Свой 70-й день рождения в этом году отмечает факультет, появившийся вместе с открытием на Брещене педагогического института. Сложно даже представить себе, что история этого современного гуманитарного плацдарма на третьем этаже второго корпуса продолжается вот уже 7 десятилетий. Из небольшого коллектива, чуть более 30 человек, а в это число входили и учащиеся, и преподаватели, Филфакт трансформировался в большую многопрофильную систему, насчитывающую практически пять сотен студентов, одного профессора, двух докторов и 32 кандидатов наук. Обновилась материально-техническая база, распоряжение будущих педагогов, ученых, журналистов, просторные аудитории, большая библиотека, именные кабинеты. Особая гордость факультета – российский центр, появившийся здесь благодаря фонду «Русский мир» в 2014 году. На протяжении двух лет шла напряженная работа по оборудованию и оснащению нового объекта. Теперь с большим литературным фондом, подборкой российских печатных изданий, каталогами и видеопрезентациями могут работать и берестейские студенты. Новое дыхание привнесло на факультет и открытие специальности журналистика, первые выпускники которой уже работают в ведущих СМИ Брещины. Филологический факультет всегда шел в ногу со временем, об этом свидетельствует и открытие новых специальностей. В 2010 году открылась специальность журналистика «Печатные СМИ», через три года открылась кафедра, и на сегодня мы имеем уже очень хороший результат. Мы выпустили 16 замечательных специалистов, которые работают затворно и эффективно в региональных СМИ Брещины. Конечно, об этом и о многом другом шла речь во время большого праздничного мероприятия, подготовленного силами педагогов и студентов. На сцену для торжественного поздравления и награждения выходили преподаватели, экс-деканы и их заместители, студенты, выпускники разных лет. Все без кого сложно было бы представить все эти семь десятилетий. Кто-то из них уже на заслуженном отдыхе, кто-то работает в других сферах и успешно там реализовывается, а кто-то выбрал для себя наставнический путь и сегодня просто не представляет своей жизни без родного слова и науки. Больше из нас, это выкладчики с великим стажем, которые, по сути, филологическому факультету, белорусской гуманитарной эдукации отдали свое наткнение, свои силы, свои годы. Я особо люблю выкладческую працу. Я пришла на филологичный факультет со школы, после аспирантуры. И иншего, себе життя я не уявляю. В большом количестве людей есть те, кто определил словесность как свой жизненный путь, кто сквозь годы шел по научно-карьерной лестнице, занимаясь практической и исследовательской работой, кто направлял в жизнь ласточек студентов, отдавая им себя, свои силы, свою душу. Все это о них, филологах. И если не было бы здесь так тепло, светло и душевно, то не развились бы здесь в стенах бывшей польской гимназии такие талантливые люди, как Михася Рудковский, Николай Купреев, Василь Жукович, Иван Мельничук, Олесь Рязанов. И кто бы ни говорил, что в эпоху информатизации гуманитарные науки уходят на второй план, лингвисты и филологи ответят – любители книги, ценители богатства языка и слова не переведутся никогда. Если смотреть на перечень модных специальностей, то, наверное, да, филолога среди них не будет. Но это специальность вечная, потому что слово и книга – это то, на чем построена вся человеческая цивилизация, вся культура. Поэтому филфак никогда не станет последним в списке самых нужных факультетов. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Евгений Проснель, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.